МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня очередной выпуск и сегодня я буду посвящать его облуждениям по чердакам. Сегодня я залезу на один старый чердачок, где у меня были приятные находки, но я ходил тогда без металлоискателя. На этот раз я залез с прибором и посмотрим, что у нас выйдет. Так что, думаю, вам понравится, смотрим, интересно и будет. Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы выдвинулись на очередной коп, но коп у нас, как вы видите, за окном снежок. И мы выехали с семьей в гости. И в гостях я решил немножко, как говорится, побродить. Но побродить в каком смысле? Полезу я сегодня на чердак, на котором я уже бывал. И будем мы сегодня снимать на чердаке. На этом чердаке я сегодня уже бывал. Находки там были. Даже была находка настолько шикарная, шедевральная, что я просто потрясен. Это моя самая лучшая находка за всю свою карьеру кладоискателя. Я, конечно, прикреплю небольшой участок того дня, когда я нашел эту находку. Я думаю, заинтриговал вас. Вы обязательно посмотрите, зайдете по ссылочке или же найдете мое видео в плейлисте, как я бродил по этому чердачку, и увидите эту находку. Но все же, к этому видео я приложу небольшой кусочек этого видеоматериала, и вы сами умеете. Сегодня хочу там же полазить, но сегодня полазить хочу непосредственно с металлоискателем и с пином. Ну и посмотрим, что у нас там находится под небольшой засыпочкой. В прошлый раз я там с прибором не ходил, так что не знаю. И погода. Зима, все промерзло. Ломку охоты снять. Так что сегодня мы посмотрим на чердачки. Из подписчиков я уже вижу, что очень многим нравится именно вот это занятие. Грубо говоря, как я его называю, сталком. Блуждение по старым разрушенным домам, которые под снос, старым чердакам. Очень многим нравится. Ну, очень действительно, мне самому очень интересно. это мероприятие, потому что можно настолько интересные вещи найти, что иногда сам в шоке. Так что, ребята, смотрите. Будет очень интересно. Продолжу уже непосредственно на месте. Все. И так, ребята, приехали мы в гости. Зашел я вот в такое вот помещение. Я не знаю, погребка это называется по-деревенски. Или как, не знаю. Вот здесь вот проход у нас. И мы сейчас полезем наверх, на чердак. Вот. Сейчас мы... А вот такое вот у меня помещение. Здесь вот такой лесенки. Я буду подниматься туда наверх. И будем смотреть, что у нас там получится. Чердак, в принципе, небольшой. Не знаю, на все про все. Может, максимум уйдет у меня час. Ну, посмотрим, что у нас будет. Сейчас я поднимусь вон туда, вон. Там как раз основной чердак находится. Здесь сено хранилось в основном всегда. Но сейчас уже зима. Сено осталось совсем мало. И мы сейчас посмотрим, расположимся там. И продолжим свои выражения по чердаку. Итак, ребята, мы забрались на чердачок. Вот. Сейчас я буду обследовать здесь. Сначала, конечно, я вам покажу общим планом, как здесь все. Вот. А потом уже непосредственно приступим к рассмотрению более углубленного досмотра данного места. А сейчас просто я вам покажу здесь, что предстоит мне здесь осмотреть. Вот. На этом чердаке в основном хранили, как я вижу, по засыпке, сушили лук. В общем, всякая ерунда. Есть здесь интересные находки. Я уже визуально вижу. Так что вместе с вами сейчас мы и посмотрим. Интересный, конечно, я думаю, получится. Здесь вот старые вещи валяются, висят. Я так понимаю, здесь, возможно, и одежду сушили. Вот этот чердачок у нас с недавних пор. То есть его дом этот построили примерно где-то в начале 50-х. Где-то в этой области у владельца данного старый дом сгорел. И они сюда поставили дом новый. Между прочим, дом поставили на месте старого еще боярского дома. На этом участке я очень находил довольно-таки ценные находки царского времени. Иконки были. Иконки я отдал этой же хозяйке. Кстати, покажу я эти иконки, которые я поднимал у нее на огороде. Потому что, повторюсь, здесь была как бы старая такая не усадьба, а барский дом или что-то в этом роде. Потому что красный кирпич кругом по огороду разбросанный. Вот, с побелкой. Так что это непростой был участок. И вам в конце видео еще приложу эти находки. Которые я поднимал. Но тогда я еще видео не снимал. И они у меня никогда не попадали в кадр. Ну а сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Итак. Объем осмотра у нас небольшой. Не как в предыдущем видео. Был огромный дом. Сейчас здесь у меня не знаю сколько тут. Ну, 10 на 5 может участок. И мы сейчас посмотрим, что здесь. Первое, что мне здесь на глаза попалось, это Здесь вот валяется в углу Заброшенная, никому не нужная вещица. Вы уже догадались, что это. Это у нас Вот такой вот хомут. Хомут на лошадь. Это такое зачетное. Старое. Кожаное. Вот такая вот. Уберем его в сторонку. Вот такая вот вещица. И седло. Седло вот такого вот вида. Вот такая вот зачетная вещица. Никогда не знал, что у хозяйки когда-то была лошадь. Ну, ладно. Тоже в сторонку уберем. Вот. Находки здесь какие у нас. Вот. Ножичек сразу нашелся. Видно, когда лук, наверное, потрошили. Так. Ну, что у нас здесь? Вот такие вот вещицы. Дальше. Здесь мы, конечно, засыпочку всю эту проверим при помощи металлоискателя. Потому что в свое время, когда я здесь лазил, я здесь этого не использовал прибор свой, потому что не до этого было. Вот. Посмотрим, что у нас здесь вот. Такие вот старые часы. Сколько часы показывают у нас времени? Так, часы у нас показывают. Пять минут. Пять минут, пять минут. Вот такие вещицы. Довольно-таки старые были. Сейчас, может быть, посмотрим, может, вот какой мы здесь можно будет увидеть. Нет. Год найти. Увидеть нету. Нет никаких табличек, надписей. Ну, вот такие красивые. Красивые были часики. Вот. Так, дальше. Уберем молоко в сторонку. Уберем в сторонку, чтобы нам не мешали. Дальше. О, здесь вон уже. Смотрите. Кто-то, наверное, здесь обжигал или складывал. Светмет. Что нам неинтересно это? Пусть хозяева сами разбираются. Такая вот картина. Пейзаж. Год. О, здесь даже год есть. Сейчас мы посмотрим. Так. Дата выпуска. К сожалению, ничего не показано. Тираж. 50 тысяч красного знамени. Фабрика. Трудового красного знамени. Ничего особенного. Так. Старый чемодан. О, здесь всякая ерунда. Что у нас здесь? Здесь лампы. Лампы на камерне от телевизора. И всё. И расчленёнка. Детскую куклу. Расчленёнка. Ничего интересного. Так. Что у нас здесь? Так. Цепь. Неинтересно. Так. Что у нас? Ну, железо. Железо. Жалко. Много железа. Придётся, наверное. О, старинный портрет. Наверное, сам хозяин этого дома был. Не знаю. Так. Вот здесь вот тоже что-то. Посмотрим, что это у нас газета. Год. 26-е. 26-е февраля 1966-го года. 60-е. Вот. А здесь, наверное, уже хозяйка. О, а это, походу, хозяйка сейчас, которая. Офигеть. Смешно. Интересно. Такая. Ладно, смотрим дальше, что у нас тут. Здесь у нас куча пчёл. Летом тусуется. Смотрим дальше. Вот такая вот древняя машинка. Машинка Zinger. Забавно, забавно. Так. Вот ещё здесь какой-то механизм. Опа! Опа-на! Смотрите, какой механизм внутри. О, зон рабочий. Сейчас я проверю, как он наработал. Так. Внутри вот такая конструкция. Сделано. Как? Да это как этот миксер. Только деревянный. Древний миксер. Но ручной. Здесь вот брали вот так вот за ручку. И вот так обращали. Такая вот штука. Интересно, забавная вещица. Достойная музея. Классная, зачётная. Я уже не помню, в прошлом видео, ну, когда я здесь был, на этом месте, подписчики сказали, что это для изготовления масла, что ли, деревенского масла. Ну, какое ваше мнение, что это? Так, дальше. Zinger. Убираем в сторону. Чемодан. Тут ещё один. Так. Так. Закрыт. О, там что-то болтается. А, просто перевёрнут. Перевёрнут он просто. Ну, я там вижу, что всякая лабуда какая-то выходит. Так. Дальше. Дальше. Что у нас тут? Старого, древнего. Ну, в принципе, ничего такого особенного нет. Что-то ещё здесь. Такой, смотрите. Старинный саквояж. Как он тут? Саквояж-то открывается. Ну, ладно, пустой он. Так, ещё одна какая-то тут. Я буду интересная. Смотрите, какая. Чё это? Тоже какая-то конструкция. А это что такое? Даже не знаю. Кофемолка лечит. Нет, мы вряд ли. Смотрите, какая. Чё это такое, ребята? Подскажите. Смотрите. Что это у нас такое? Сюда, наверное, что-то засыпалось. И при помощи этого как-то как-то ручка крутилась. И не знаю, что это такое. Тоже какой-то, наверное... Нет. Бугуруслан. 90-й год, что ли? Ну, видно. Что-то уже самодельное. Так. Дальше у нас. Вон какой-то ещё железный. А-а-а. Это у нас древняя, наверное, первая какая-нибудь печка или что-то в этом роде. Так. Так-так-так-так-так. Здесь ещё что-то есть из рукоделия собственного. Здесь вот валяется такая деревянная какая-то штука с какой-то, блин. Не знаю, что это такое. Вот. Не знаю, доставать её как-то завалено, она вылезла. Вот такая вот дуга какая-то непонятная. Вот такая вот дуга. И на ней вот натянута тетива. Как будто лук в детстве. И вот такая вот посередине палка. Подписчики, кто знает, пожалуйста, подскажите. Потому что молодёжь не знает, а есть люди, которые уже это видели, а может быть, даже и использовали в своё время. так, ладно, перейдём дальше. Здесь вот я прибор свой оставил. Здесь вообще, смотрите, большое количество открыток, писем, книги. между прочим, многие, я знаю, не знаю, как это называется, но собирают открытки старинные. И, между прочим, здесь старинные открытки. бутылка даже здоровая такая, самогоночная, что ли. Так, ну, я думаю, открытку мы, наверное, перейдём позже. Вот, а сейчас, наверное, или сейчас посмотреть открытки. Посмотрим. Он в той, более-менее, ещё месте чисто. Попробую сейчас с металлоискателем там немножко прозвонить, посмотреть, что у нас там будет. Ладно, сейчас подготовлю прибор, настрою его и посмотрим. Итак, ребята, это видео у меня оказалось снова большого размера и всё же я его, наверное, уже поделю. Сделаю я его небольшими кусками, покажу вам самое интересное, в чём заключалась у меня афиша данного видео. Оборождение с металлоискателем и в поисках того, что находится под зацепкой, я всё-таки сделаю, смонтирую ещё одним выпуском. так что будет чуть позже. А сейчас продолжайте, смотрите, самое интересное. Вон у нас какая-то коробочка, сейчас мы посмотрим, что это такое, какой-то у нас портфельчик. так, вот так, что-то интересное, ребята. Что-то непонятно, что это такое. Что-то всё за бумаги упаковочные, линзы. Так, сейчас я посмотрю, что это такое у нас. Так, какая-то рукоять. есть. О, ребята, это у нас фотоаппарат, что ли. Интересно. Интересно. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Одной рукой неудобно снимать и вытаскивать. Так. О, ребята, это у нас старая видеокамера. Ребята, я в фильмах только так увидал. Вся такая новая. Так, это у нас крышечка. Опа. Так, сюда заряжается плёночка у нас. Ребята, не буду я здесь её открывать и всё такое. Засуну я её обратно и уже на свете. Наверное, всё-таки не в гостях, а дома. Сделаю полный видеоотчёт. Вот. Вещь хорошая, интересная. Даже не ожидал, что такую вещь можно. Тут вон даже плёнка белая. Казанский химический завод имени Куйбышева. Ладно, ребята, не буду здесь грязно всё. Вот, не хочу я здесь её распаковывать. Распакую её дома. Надо будет сейчас ещё посмотреть, что здесь у нас имеется. Вон какой-то там аппарат, ящик. Что интересное будет ещё раз обязательно заострю внимание. Ладно, ребята, смотрим. Итак, извините, ребята, что я влазю в интересный просмотр данного материала, но хочу вам сейчас, вот, именно сейчас показать то, что вы, конечно, ждёте. Это моя сенсация сезона. И это у нас, как вы сами поняли. И на кадрах вы это видите. Это старинная камера. И смотрим, смотрим, как я её отыскал. Итак, ребята, ещё раз всем привет, кто сначала не смотрит. Я вам хочу сделать видеообзор того, что я нашёл на чердаке. На чердаке было неудобно это всё делать, потому что там очень грязно, мусорно, и всё такое. хочу я вам рассказать вот о такой вот вещи. Нашёл на чердаке незрачный чемоданчик. Вот такой вот. Закрывался защёлкой. Немножко я достал изнутри. Здесь вот у нас имеются разного рода линзы большего и меньшего диаметра. Здесь вот ещё такой потай замочи открываешь и тут линзы меньшего диаметра. И вот что я вам скажу. Здесь вот у нас такая вот этикеточка была. Химзавод город Шостка Сумской области. Грубо говоря, это талон, гарантийный талон. А здесь вот у нас вот такого образца плёночка. Вот они целы, не распакованы. Вот в баночках у нас имеются катушки, катушки, которые на которые наматывается плёнка. Вот одна пустая, я так понимаю, отработанный материал. а вторая у нас вот имеется с плёнкой. Вот не знаю, правильно я это делаю или нет, может она засветится или что, не знаю, не понимаю в этом. Но факт в том, что всё находится упаковано аккуратно вот в такой упаковочной бумаге. Всё закрыто крышечками. вот здесь у нас тоже имеется плёнка в таких же бобинах. Вот здесь у нас бумажки по инструкции наверное, как обычно. Такие вот у нас здесь я так понимаю увеличительные линзы. Да, написано увеличение 0,5 а здесь в два раза увеличение. грубо говоря профессиональная камера. Перейдём к самой камере. Камера у нас называется кварц 2М. Такая вот у нас камера. здесь у нас регулировочные бинты различного рода. Я не знаю не понимаю в ней ничего лишнего крутить не буду. Вот это я так понимаю это за счет этого его вращают и происходит вращение пленки и осуществляется снимка кадров. Я здесь уже открывал на чердаке видел. Вот здесь заряжается катушка с пленкой а сюда она наматывается обработанный материал. Интересная конечно находка. Самое главное знаете в таком хорошем состоянии в идеальном что прям я даже не знаю сохран прям суперский. Сейчас я на нее попробую приделать ручку такого рода ручка ремешок прям видно что ремешок не тертый новый вот так вот у нас как-то крепилось неудобно снимать и все это делалось я ручку приделал представляете какая штука держалась в руке так вот осуществлялась другой рукой съемка крутилась вот эта штука вещь конечно антиквариатная очень интересно хоть глазок смотрят что снимают регулировочные винты непонятно что интересно короче находка вот конечно я сделаю как нибудь по возможности видеообзор как она снимает прям наглядно сниму на видеопленку если она конечно не просрочилась и все остальное посмотрим ее роботоспособность вот и вы знаете нашел я еще одну вещь интересную между прочим подходящую в этот комплект даже не в этот комплект а без этого аксессуара нельзя будет просмотреть отснятый материал сейчас я вам его продемонстрирую нашел ребят я вот такой вот саквояж здесь вот написано квант кинопроекта 8 миллиметров я так понимаю квант вот в таком футляре футляр в принципе в достойном сохранщики вот внутри тоже вроде более-менее кинопроектор квант цена 250 рублей ома вот внутри в принципе нормальный сохранщик конечно из футляра запах старины и вот нашел вот такой вот прибор такой замечательный прибор вот я так понимаю он тоже видите в таком идеальном состоянии ни царапины ничего очень хорошим сохранщики здесь какие-то кнопочки непонятные вот в общем грубо говоря это профессиональный фильмоскоп как у нас по детству кто советский союз достал были фильмоскопы и вот здесь тоже такой же фильмоскоп только немножко профессиональный вот такая вот у меня зарядка представляете ребята вот такая зарядка у них была сейчас такие маленькие телефонные зарядки раньше такие там же коробочка была и коробочки вот такие запасные части были лампа к сожалению я так понимаю она наверное перегоревшая потому что планочка там между ними сгоревшая так здесь у нас еще какая-то пустая баночка всякие штучки предохранители в общем не столь важно ничего интересного нет всякая ерунда вот инструкция сейчас мы узнаем какого года фильмоскоп так а фильмоскоп у нас согласно вот этой тут написано аттестат кинопроектора квант номер а и дата выпуска дата выпуска ребята у нас октябрь 1969 года вот так вот комплектность расписана ну да это гарантийный талон на случай поломки и конечно же инструкция к пользу такого образца у нас инструкция картинки которые я по детству еще застал проигрыватели элементы управления кинопроектором электрическая схема работа с кинопроектором в общем подробная инструкция как осуществляется работа кстати по детству я застал еще проигрыватели музыкальные бобины на которых были вот такие вот катушки я помню еще маленький был учился включать и выключать его ну конечно я и застал те времена когда только появились телевизоры работает синхронизатора тут какие-то уход за этим проектором в общем подробная инструкция довольно таки в хорошем состоянии листики в принципе чистые не замазаны но сразу видно что если и пользовались кинопроектором то не так часто и так долго просто-напросто забросили его на чердак в свое время и про него забыли тут появился я ну и конечно нашел вот такая вот ребята у меня находка кинопроектор квант и что мне очень понравилось это вот эта вот камера кварц очень антиквариатная вещь достойно грубо говоря даже какого-нибудь антиквариатного магазина который на витрине выставляет свою продукцию ну и даже какого-то музейного места такие вещи не часто встретишь тем более на грязных замусорных чердаках и снова это я извините что я влазил в кадр так часто отнимаю время просмотра ну а сейчас хочу вам показать как эта камера снимает в свои далекие 80-е и 70-е года качество конечно не очень но для тех времен это было просто сенсация видеть себя на картинке которые ты засняла и можете смотреть через какой-то промежуток времени так что смотрите москва москва Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот таких вот побольше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok